Храмовый комплекс в честь святителя Алексея, митрополита московского, существует в селе Исаково уже пять лет. 3 февраля здесь было положено начало строительству нового храма, да не простого, а храма-музея. Божественную литургию и молебен по этому поводу совершил епископ Красногорский Савва. Господи Боже наш, север и море и всяческое создавай, Его же небо и земля уместить и не может, на земле храм себе иметь и ко всегдашному хвалению, при святаго имени Твоего изволивай. Небо как бы благословило строительство. До начала службы был снегопад, но по окончании просияло солнце и облака развеялись. В фундамент будущего храма заложена капсула с информацией, кем и когда начато строительство, кто его инициатор. Капсула как бы напоминание следующим потомкам о том, чтобы они все-таки не забывали о тех добрых делах, которые вот сегодня совершаются на территории нашего Отечества в Церкви. Музей, как и весь храмовый комплекс, основан фондом содействия развитию регионов по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Все строительные работы проводятся под патронажем крупного российского бизнесмена Сергея Веремеенко. Русский человек, он такой вот, с одной стороны, очень сложный, потому что то мы рушим, то мы строим, то у нас все не так, то мы злые. Но на самом деле, такой народ покаянный. Главное смотреть в себя и видеть, чтобы ты увидел вообще, чтобы такое, что может быть в суете не видно. Хочется еще заниматься чем-то таким, который приносит не только материальное, но и моральное удовлетворение. Экспонатами храма-музея станут иконы Пресвятой Богородицы, выкупленные Сергеем Веремеенко у частных лиц и переданные церкви. Около 50 икон размещены в храме святителя Алексия. Большая же часть коллекции иконографических изображений займут свое место в будущем храме. Он освящен в честь иконы Божьей Матери цвет неувидаемый. На ней Богородица изображена с цветком белой лилии, символом неувидаемого цвета девства и непорочности. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, чей же и память иконы Богоматери неувидаемый цвет. Аминь. Богоматерь всегда была для православного русского человека символом материнской защиты и любви. Об этом говорят названия многих ее образов. Умиление, умягчение злых сердец, солнечная, скорбящая, скоропослушница, утоли моя печали, всех скорбящих радость. Едина чистая, и благородство, венность я. Все иконы коллекции являются напоминанием о бесчисленных чудотворных явлениях и событиях, связанных со Святой Марией. Значение будущего музея еще предстоит оценить, но уже сейчас хочется назвать его Домом Богородицы на Солнечногорской земле. Особая сыновня и дочерняя любовь русского народа, от вот киевской купели до московского, вот это вот уже нашего, так сказать, единства, оно, конечно, играет особую роль в жизни нашей Церкви. И тогда, и по сей день, потому что и по сей минуту русский православный люд всегда прибегает и в радости, и в скорби, и во всех обстоятельствах жизни, лишь к причистой Богоматери, потому что она Матери всех нас. В перспективных планах музея значится организация цикла лекций и экскурсий по теме иконография Богоматери, а также проведение выставок в регионах России. Предполагается, что первых посетителей и паломников музей сможет принять после завершения строительных работ уже во второй половине 2008 года.